Прикольно, в инстаграме бывают эти фильтры. Покажу сейчас красивое такое место. Такая вот красота у меня тут. Я люблю пальмы, тучи, зеленушечку. И кайфую от этого всего. Привет, привет, Кристина! Утренний эфир на тему объективной реальности не существует. Мы творим мир в каждый момент времени. Нет объективной реальности. И это не просто какое-то убеждение. Это даже на самом деле на физике. Я общалась с разными людьми. У кого какая-то master degrees, с degree или как-то так. Короче, те, кто там получили эти... Короче, много я с физиками тоже общалась. На самом деле объективной реальности не существует. Привет, Оксана! И это не выдумка, не фантазия. Точнее, это выбор, на самом деле, видеть... Да, ты прям четко подключаешься. Это выбор видеть то, что... Точнее, выбирать, есть объективная реальность или нет. Потому что на самом-то деле, просто выбирая объективную реальность, можно предложить ответственность свою на... Типа объективная реальность. Вот так вот есть, потому что так есть объективная реальность. Или же принять причину в себе и решить, что объективная реальность соответствует четко моему сознанию, тому, что есть в моем сознании. И это даже на физике уже доказали. И, как я говорила, как в таком-то эфире, что мне очень интересно наблюдать... Мы живём в суперинтересное время, когда все разнообразные знания жизни переплетаются и сходятся всё к одному, что у каждого свой мир, что каждый творит свою реальность, что важно наполняться энергией, важно радоваться, важно быть счастливым, быть собой. И в этом основная вообще цель жизни, да? Постепенно вычищать, расчищать шелуху сознания и всё больше прислушиваться к себе, обращать внимание в себя. И вот то, что объективная реальность не существует, это доказано даже в квантовой физике. Есть... В ютюбе введите, потому интересно. Есть эксперимент там, где в зависимости от того, был наблюдатель или нет, менялись результаты, менялось поведение частичек, менялось поведение квантов. И да, можно просто это рассмотреть как... Ну, подумаешь, просто кванты, просто кванты так себя по-разному ведут. Но если задуматься немножко глубже и продолжить эту логическую цепочку, да, что если... Эти кванты или кварки... Кванты, кажется. Я не... Я перестала запоминать терминологии в какой-то момент времени, что на самом-то деле, да, мы все состоим из этих маленьких частичек, да, с разной плотностью, да, с разным взаимодействием. Но в этом и заключается идея, что мы все состоим из этих элементарных частичек, которые просто собираясь по-разному, отображают какие-то вещи материальные. Привет, Филочка! Что как раз такие вот эти кванты, если собираются по-разному, да, мой нос и вот этот стакан, это фактически одно и то же. Это тоже элементарные... Это все элементарные частички, которые собрались по, возможно, непонятным нам причинам в такие вот соединения под разными... с разными условиями. И для меня это о том, что вот задуматься, да, если, точнее, меня больше всего и включило этот эксперимент, я посмотрела, и мне прям очень срезонировало и откликнулось, что да, на самом-то деле мир зависит от наблюдателя. Как наблюдатель в эксперименте смотрел за частичками, но только если там рассматривали исключительно частички, четко разделенные, то если задуматься глубже, а что мешает также менять частички в жизни? То есть почему... Это же тоже те же частички, но те же кванты, которые просто собраны по-другому, да? Например, в теле они плотнее, чем в том эксперименте, когда их рассоединили. Да, и вот это о том же, что от наблюдателя, то есть, например, от меня, зависит то, что я вижу. И на самом деле это о том ещё, что каждый из нас видит разное. Нам кажется, что мы видим одно и то же, но каждый видит своё. И мы на самом деле видим все по-разному, видим только чётко то, что есть в нашем сознании. Наши миры, да, иногда состыковываются, пересекаются, но они вообще разные. То есть даже если я скажу, вот, посмотри, какая красивая туча, я увижу её по-своему, а другой человек увидит её по-своему. И я понятия не имею, как он увидит, потому что это его сознание, его мир, а я вижу своё, свой мир в своём сознании. Да, какие-то вещи мы договорились и называем одинаково. Да, то есть мы договорились, да, и стол — это дочечка на четырёх ножках, на четырёх опорах. Бывает по-разному, но в основном. Мы договорились как-то, да, и что какие-то вещи мы называем одинаково, но это не значит, что мы их видим на самом деле одинаково. И даже восприятие уникальности, мне нравится такой эксперимент проводить. И если захочется, попробуйте. Вот попробуй, да, если захочется. При встрече с друзьями, с родственниками, предложите сыграть в такую игру. Нарисовать. Вот взять, нарисовать квадрат, сказать, нарисуй такой же. И каждый человек, рисуя квадрат, не будет ни одного идентичного. Потому что где-то, как-то, кто-то разместит в одном положении на бумаге, кто-то на другом, кто-то сделает его чуть шире, кто-то чуть уже, кто-то дернет рука, кто-то выберет другого цвета ручку. И в этом прелесть, что на самом деле каждый элемент нашего мира уникален. И каждый человек уникален. И каждый человек, и каждый мир каждого человека тоже уникален. И при этом мы собираемся в единое целое, в единое сознание, в единый мир. И нет объективной реальности, потому что у каждого она своя. И она подстраивается чётко под сознание. под то, что есть в сознании. И да, возможность менять реальность как раз-таки и базируется на том, что меняя в своём сознании какие-то установки, понимание, отношение к чему-либо, меняя вот то, что есть в сознании, можно менять реальность. И это не о том, что вот стояла чашка, хоп, её не стало. Пока что. Возможно, позже так и будет. Возможно, кто-то уже так делает. В моём мире пока что так не происходит. Да я на самом деле понимаю, что мне не сильно хочется. Хотя, хотя, у меня были ситуации в моей жизни, когда у меня вдруг появился файл на компьютере, которого не было до этого. То есть, типа, вчера мне дали задание, я ещё работала в офисе, была ситуация такая, мне вчера дали задание, я подумала, что так хочу, вот, чтобы не делать это задание, чтобы как-то оно всё само решилось. Мне так хочется это не делать, так хочется, чтобы всё без меня произошло. Мне не хотелось, я там же дорабатывала последние дни, и мне хотелось, чтобы просто всё как-то сложилось. То есть, там задание было, в результате должно было быть где-то 3-4 файла, и один файл был прям, ну, очень такой, нудный для меня. Если все остальные, я понимала, что я могу сделать за 5-10 минут, и мне это не напряжно, я даже прикольно, быстренько сделаю, то один мне как раз-таки был очень напряжный, и я очень хотела, чтобы как-то всё само произошло. Попросила даже духа, кажется, не помню точно. Но точно помню, что на следующий день я прихожу, открываю компьютер, открываю какие-то папки, там, где эти файлы, ну, где другие файлы какие-то, и я открываю один файл, а там как раз вот то задание, которое я должна была сделать, как раз та часть задания, которую я очень хотела, чтобы она как-то сама сложилась. И показываю, говорю, слушайте, так вот, это ж оно? Переспрашиваю там у струдников. Мне говорят, да, вроде да, и все такие в недоумении, то есть, как это? Почему-то вчера его никто не нашёл, этот файл. Ну, и там, конечно, подтянулось, что, наверное, его сделала девочка, которая сейчас в отпуск уехала, и мы не можем у неё точно спросить, она это делала или нет. Но я тут я и поняла, что вот так и работает изменение реальности на самом-то деле, что я хотела, чтобы это всё решилось без меня, это задание в основном. То есть, мне было окей сделать маленькую часть, но самую сложную часть хотела, чтобы сделалось без меня. Вот так и произошло. Или из таких небольших вещей ещё как-то я открываю, там, были у меня деньги, я пересчитываю, одна сумма. Открываю позже, смотрю, там на пару купюр больше. Ну, в моей памяти было одна сумма, а через время там чуть больше. Думаю, прикольно. Или же какие-то мелочи, как я думаю, хочу собрать волосы, но не могу вспомнить, куда я положила резинку. И вдруг резко опускаю глаза, и она вот лежит где-то у меня на руках. Я не помню, чтобы я её туда ложила. То есть, да, умом, умом, сразу такие предположения, что, ну, наверное, там она где-то выпала, когда я там в сумочке ковырялась, и просто она оказалась как раз у меня на руках. Ну, а можно на это всё же посмотреть и подумать, наверное, всё же что-то в этом есть, в том, что желания исполняются, иногда очень невероятным образом, и иногда вот так вот, что-то вдруг появляется. И мне нравится допускать вот это маленькое, как будто бы волшебство и чудо, хоть даже умом уже, уму уже объяснилось, что это квантовая физика, что я могу, направляя энергию, пересобирать кварки в то, что мне необходимо сейчас. как-то так интересно. Так, а если вокруг видишь красоту, а муж в моём внимании мучится? Дух мой, помоги мне осознать, если вокруг вижу красоту, а муж в моём внимании мучится? Я хреновый наблюдатель, или всё-таки результат моих желаний? Кристиночка, напомню, всё в твоей жизни – результат твоих желаний. Всё в жизни каждого из нас – результат наших желаний. Это уже воплощённые наши желания. Бывает просто путь воплощения, на самом деле, тебе не очень нравится, не совсем в наполнении. Но для этого и есть вот эта техника, и вопрос, для чего я этого хочу? Осознать, а что на самом деле я хочу? Какое истинное желание исполняется вот этим вот путём, который я чувствую, что меня уже не наполняет? Знаешь, что меня этот путь не наполняет. Может, когда-то он мне помог выжить, помог остаться жить, и привёл меня как раз-таки к этому мировоззрению. Я благодарю себя за этот опыт, я благодарю себя за эти опыты, в уроке, но признать, что сейчас всё – это не работает. Это как у меня бывает тоже, когда опускаешься вот эти по уровням, по чувствованию. Кажется, что всё, ничего не работает. Я всегда себе напоминаю. Как жить по-старому – я знаю. У меня… Но мне это точно было не в радость. Я не чувствовала себя счастливой. Точнее, были моменты, когда радостные, но всегда чувствовалось, что что-то не то. То есть, как по-старому? Я всегда знаю. Я всегда смогу придумать и разобраться, как что-то сделать, так, как я делала раньше. А вот по-новому, да? Если вот интересно, интересно попробовать по-новому, а если на самом деле работает, и познавать желание, да, погружаться в себя, принимать в себе, долюбливать в что-то, что не нравится, как оно будет, интересно, как это наблюдать. И на самом-то деле, с каждым разом, даже когда кажется, что всё хера, вообще ничего не работает, вообще жизнь не отстой, бывает такое состояние. И это не то, чтобы в материальной действительности у меня, не знаю, что-то вдруг такое резко случилось. Это больше о том, что я чувствую, какие мысли приходят в голову. Я наблюдаю, и наблюдаюсь интересным, что почему-то, и почему-то это тоже хорошо. И почему-то это тоже хорошо. Это для меня моя любимая фраза. Всё интересно, что мне вариация этой фразы нравилась ещё и до знакомства с 5D-технологиями, с 5D-реальностью. Мне всегда казалось, что всё почему-то хорошо. Мне всегда хотелось видеть красоту и видеть, что за этим стоит, что хорошего в этом. И находить, как фильм или книга Палианна. Очень такая классная, интересная книга, классная идея вообще. Там, где она, девочка, предлагает всем играть в игру, находить, почему это хорошо. То есть радость находить, в чём радость от этого. Иногда, конечно, там варианты ответов бывают разные, но сама идея, что находить радость, а в чём радость и в этой ситуации, это вот такие, опять-таки, от точки обзора, от точки обзора о выборе, осознанном, для меня это, по крайней мере, об осознанном выборе счастья и радости. Об осознанном выборе чувствовать радость, об осознанном выборе выбирать счастье, выбирать себя, выбирать жизнь. Даже если в этот момент я чувствую, что это злость, что через жизнь, через неё проявляется, через злость, что я злюсь, и мне хочется на кого-то поорать. Это тоже выбирать себя. И как я там вчера говорила, да, важно хотя бы просто признать желание. Я помню, поделюсь своим опытом, у меня было, когда я встретилась там с одним мужчиной, в какой-то момент я чувствую, я так на него злюсь, я себе признаю, что я злюсь, и признаю при этом, что я бы ещё его хотела, да так бы херякнуть по голове чем-нибудь таким потяжелее, да что кровяка во все стороны, и позволить себе мысленно признать это желание, представить, а что бы я хотела сделать, вот это желание какой-то злости, проявление силы вот так через злость, да, потом там дух мой, исцели, трансформируй мне эту злость, помоги мне знать, для чего я этого хочу, да, для чего я хочу злиться, и для чего я хочу там такое проявление человека рядом, в чём это для меня, да, потом осознание приходит, но в моменте, когда чувствую вот проявление каких-то эмоций, без осуждения, хорошие, плохие, проявлять любые эмоции, точнее, видеть их и принимать, не бороться, не подавлять, возможно, подавлять, в моём случае бывает, чтобы подавлять, я просто не выражаю их сразу, но я внутри себя их вижу и признаю, иногда, когда чувствую, что-то можно сказать, мне так хочется тебе стукнуть по голове, я так злюсь, и это ж не будет о том, что вот ты мудила, а я такая пусечка, это о том, что заявить о своих эмоциях, заявить о своих чувствах, проявить себя, просто позволяя себе сказать, что я сейчас хочу на тебя наорать, потому что просто чувствую, что прям злюсь, этого чувствовать, да, когда хочется, то позволять себе вот такой формы тоже можно, и наблюдать, как это будет, возможно, человек просто так отпешится, это как на одной из консультаций у меня, я общаюсь с парнем, а у меня ощущение, что я хочу бросить трубку и вообще просто послать его, да куда подальше, я ему говорю, слушай, мне так хочется сейчас тебя послать и бросить трубку и вообще как бы развернуться, и типа разбирайся вообще со всем сам, и тут опять-таки я ему говорю, и давай, если я это очень сильно хочу сказать, то значит ты точно хочешь это услышать, поэтому для чего ты хочешь, чтобы тебя послали, для чего ты хочешь быть отвергнутым, чтобы тебя бросили, да, то есть если у вас кто-то из друзей, знакомых тоже уже более осознанно относится к своим ощущениям, то вообще прекрасно, это прекрасный инструмент позволяет себе проявлять, разные эмоции и сразу совместно разбирать, ага, чего мы вообще хотим оба, да, какие эмоции, какие чувства, что мы хотим, что мы чувствуем, что хотим чувствовать, и что стало причиной вот такого проявления для каждого из нас, что нам нужно осознать, тем более если оба в духе и эффект усилится в разы, осознание будет сильнее. Вот у меня детки катаются рядом со школой, видно, пришли. То есть вот так вот себе позволять проявлять любые эмоции, любые чувства и признавать их. Это не всегда значит прям сразу начинать орать, езжать. Если чувствуешь хочется, конечно, делай это так, делай как хочется. А нет, так не насилуй себя, не борись с собой, но постепенно просто позволяй себе проявлять, признавать эти желания, даже чувства, что я злюсь, я там сейчас грущу, я ленюсь, еще что-то. В общем, чувствовать себя, познавать, признавать в себе это. И как раз о том, что я в себе не принимаю, я и будет вот этот курс, там, где я постик сделала, «Меня бесит» или «Тёмное я-я». Это даже не о том, не только о семи грехах, это о том, что каждого из нас, что мы не принимаем в себе, что мы отрицаем, что если меня это эмоционально цепляет, это значит, что я не хочу это принимать в себе, потому что, скорее всего, хочу быть хорошей. Там еще цепочек. Да, и в общем, кому хочется присоединяйтесь, такая будет игра интенсивная, 3 дня. Я уже придумала, что мы будем делать. Мне уже интересно. Видите, глаза сияют. Мне нравится это все называть игрой, потому что это и не марафон, а 100-метровочка. Потому что хочется очень интенсивно погрузиться, проработать в парах, в группах совместно, разбирая желания, чувствования и трансформируя по ходу. То есть направить внимание не только на трансформацию каких-то программ, а еще и на познание себя, на инструмент, привычку докапываться до глубины, копать туда в себя поглубже, точнее, находить вот то истинное, до щелчка. Да, случилось. Хочется. Мне хочется. И у меня уже даже есть с кем это делать. Есть у меня красоточки, которые уже тоже хотят опознавать себя. Так вот. Да, ленивость, ленивность. Ленность, ленивность. Интересное слово, ленивность. В общем, такие вот дела. Кого-то вопросы? Так, нет, я поднимаю брови и вот эти ресницы, накладные ресницы инстаграма растягиваются до странных размеров. Такие забавные всякие штуки. Веселиться, ловлят дурака, кстати, очень хорошая штука. Позволяйте себе, когда хочется. Показывать язык и коржи дрожицы. Очень любят дети, когда я вот так делаю. И потом сами смотрят и пытаются такой вот так. В общем, такие вот дела. Все, всех целую, люблю, обнимаю. Хорошего дня. Да, ответы получила и в жизнь. Проживать, чувствовать и кайфовать, наслаждаться. Да, что мне сейчас порадует? Мне прям захотелось такую, как рубрику сделать в сториз. Вопрос дня. Что я сейчас хочу? Виша моя, чего ты хочешь? Что я хочу? Что меня порадует? Что меня наполняет? Чем я сегодня себя хочу порадовать? И даже если в жизни сейчас не все получается делать по радости, то осознанно направлять внимание, что меня порадует. Даже в том, что я делаю сейчас. А что мне в том, что я делаю сейчас, нравится? Я так познакомилась только с этими технологиями. Я тоже постепенно переключалась. Я работала в офисе, а потом работала на удаленке. Точнее, я сначала работала в офисе, чувствовала, что в офисе я больше работать не хочу. Меня эта работа уже напрягает. Я туда очень сливалась. Но при этом я когда приходила, и еще когда есть чувство долга, обязанности, в общем, тоже свои были этапы постепенного перехода в выбор радости. И я тоже просто вот сажусь работать так, думаю, ага, а что меня в том, что я делаю, радует? И я начинаю просто смотреть, меня визуально очень радует смотреть на картинки. Мне там нравится, когда я делала дизайн, мне нравилось как размещать это все, совмещать цвета, смотреть текстуры, тени. Я просто когда делала, я включала в себе осознанно, выбирала видеть в той деятельности, которую я делаю сейчас. Даже если мне не все мне нравится, то я осознанно переключала внимание на то, чтобы видеть то, что мне нравится, наблюдать, а что мне нравится в том, что я вижу, в том, что я делаю сейчас, что мне нравится, что я могу переключить как творчество, творческий процесс, сознание чего-то, чтобы кайфово было от процесса. Не ради результата, а кайфово от процесса. так постепенно постепенно потом уволила с офиса на удаленку перешла тоже интересно как я захотела поменять работу думаю но так не хочу какие-то резюме писать это рассылать ходить по собеседованию хочу чтобы мне позвонили и предложили работу через два часа звонит подруга с которой мы в общем-то сошлись на рабочих моментах и я знаю что у нас визуально понимание что такое красиво совпадает всегда совпадало и мы с ней в хороших отношениях говорит слушай мы ищем графического дизайнера на удаленку и в общем кайфово вот так туда что я почувствую что искренне захотела поменять работу поняла что я хочу чтобы это вот мне кто-то прям позвонил чтобы меня пригласили чтобы это было легко я удивилась свое желание чтобы это было легко и в результате так и получилось мне там позвонили через два часа через час или два я что-то отошла как раз и мне звонит подруга и говорит слушай мы ищем дизайнера и мне нравилось потому что я чувствовала насколько мы резонируем с пониманием и это было кайф и я потом да где-то стала тоже стала там делать это с точки зрения как я что не нравится в этом делать найти а что мне на самом деле нравится делать что я делаю потому что но если я это делаю это же не просто потому что ради денег ну я понимаю что я никогда не да я лет 9 работала как дизайнером долго из университета еще у меня специальность моя никогда кстати четко только граф дизайнер не занималась всегда какие-то организации какие-то тренинги параллельно с кем-то проводила помогал организовывать то конференции разные еще что-то мне всегда это было интересно мне всегда было интересно работать с людьми уж очень я люблю говорить в этом наверное мои ценности моя радость и говорить и и слушать и говорить да и мне всегда нравилось визуально когда все красиво когда совпадают цвета когда совпадают форм когда-то все складывается как-то такое мое понимание красоты и да для при помощи у меня появилось мое понимание что красиво это когда вы как-то она гармонично между собой когда ты видишь эту гармонию красиво и в общем очень интересно это все что до любую деятельность я верю в то что любую деятельность можно превратить в творчество если истинно захотеть потому что мы не если каждый из нас что-то делает это же не тогда ты ходишь на работу не только потратить денег что-то же еще есть там почему ты туда ходишь потому что если так то можно было найти работу еще больше зарплаты например там где вообще не нравится что то что я делаю но денег платят больше я так знаю я как-то была познакомилась с мужчиной он очень обеспечен но он честно сказал что он тут ради денег на этой работе то есть ему там отчасти нравится но по большей части он ради денег но это его выбор это выбор его души он причем мне буквально сказал я душу продал ради этой работы но да он зарабатывает миллионы да он постоянно путешествует он даже рассказывал что говорит как вот люди на общественном транспорте на работу добираются так я на самолетах летаю на работу потому что работа такая бизнес-консультантом или что-то что-то здесь этого такого там с бизнесами в общем тушь смотри да что для меня важно на самом деле выбирать прислушиваться к душе моя душа всегда хотела быть счастливой и я всегда даже чувствовала и где-то интуитивно переставала работать с теми с кем я чувствую то есть у меня прожила опыт того что я делала то что мне вообще не нравится и наблюдала на то как это все херово делается результат никому не нравится куча 500 миллионов права такая нервотрепка все выжимает силы и я после этого что не если мне нравится я не буду это делать мне дороже лучше я спокойненько посижу это лучше я не получу эти деньги но я чувствую что я теряю больше когда делаю то что мне вообще не нравится вот вообще я чувствую что я очень много сливаю как-то постепенно дошла к тому что на самом деле а так она есть в жизни выбирая то что радует наблюдая желая видеть то что радует выбирая да если надо отказываясь прислушиваясь к себе и отказываясь от того что меня не радует так и можно выжить не просто выжить а жить в радости для начала до чтобы выжить а потом и жить в радости постепенно постепенно наполняя свою жизнь не только тем что меня истинно радует так вот и список радости вспомните списке радости я вчера тоже с девочкой встретилась подружка для меня то что важно что возможно она не все возможно там не все осознается не вся ценность почувствуется но я кайфанула и я поняла что мне важно работать с людьми мне кайфово людям напоминаете рассказывать что внимание в себе что ты хочешь не обманывай себя что ты не знаешь что ты хочешь ты всегда мы всегда что-то хотим то что ты не хочешь слышать свои желания это возможно да по каким-то там причинам по своим даже тут тоже разобраться что мне мешает слышать себя что мне мешает слушать свои импульсы слушать то что меня радует делать то что меня радует слышать что я хочу на самом деле но всегда внимание на то что я хочу даже если чувствую что в этот момент недостаточно у меня силы воли сказать нет потому что меня не радует но понаблюдать для себя укрепить в уме что вот проследовала этому опыту где чувствовала что фигня сольюсь и пронаблюдать что я чувствую что возможно раз так 3510 повторить и птиц все-таки нахуй это все я буду играть то что я хочу я буду делать я буду выбирать радость возможно сейчас только учусь и еще через раз чувствую что мне сильно порадует но я выход по крайней я уже хочу я уже поняла что так не радует так это не жизни когда я постоянно сливаюсь и делаю то что должна обязана и не чувствую себя когда я чувствую что жизнь проходит мимо потому что я как робот обслуживаю окружающих не себя себя внимание и заботу о себе любовь к себе с интересом а что что я чувствую также для меня было вчера очень интересное наблюдение вчера с девочкой подружкой общались мы общаемся какой-то момент внимание тотально в себя то есть я вроде не и слушаю у меня тотально внимание в себя я открываю свой внутренний источник в это же время начинаю всего наполняться себе мысленно и на весь сразу вопрос как ты себя чувствуешь как ты и сразу не внимание ее внимание переключилась на меня потому что я свое внимание вернула в себя что я чувствую вот и для тех кому интересно как раз сегодня сделала пост один тело моя любимая практика делаю периодически течение дня даже вспоминаю вот сейчас вспомнила как раз пересела думаю как сижу попу давит неудобно да и тело это как раз таки наш инструмент через этот мир взаимодействовать чувствовать радоваться и тело важно восстанавливать связь с телом стоит хотя бы с таких практик которые не совсем а с высокопарные духовные это такие практики которые очень приземленные они очень привет это практики такие очень о жизни как раз таки о чувствовании чувствуешь тела и благодарности себе и своему телу не было очень кайфово когда у меня даже одна девочка пишет говорит знаешь Yule а после этой практики в какой-то момент я чувствую что у меня благодарность от тела пошла соседни она обратила внимание на тело и в какой-то момент говорить и я прям почувствовала и это это непередаваемое ощущение что я чувствую благодарность от тела Вот, что благодарить тело можно даже почувствовать, и для меня это было вау, честно говоря, я даже не помню, что я такого чувствовала, но то, что так и так бывает, это прям кайф, что обратив внимание, можно почувствовать себя бы все больше. Так, Кристина, осознание пришло, что все опыты закрываю драмой и апокалипсисом. Дух мой, для чего я хочу закрывать опыты драмой и апокалипсисом? Какие там истинные желания? Души за этим стоят. Таня, так давно не виделись, так давно не виделись, аж вчера. Так вот. И это я себе, честно говоря, тоже, да, вспоминаю, что иногда бывает вот, что я буду вот это опять говорить, а потом вспоминаю, что на самом-то деле как раз, да, что-то захотелось проговорить об уникальной ценности, о божественной сути. Я, вот, Кристина, для чего я хочу экшена, да? Дух мой, для чего я хочу экшена? Вообще, на самом деле, что я хочу? И вот я помню тот момент, когда мне пришло осознание, что на самом деле говорить — это одна из грани моих талантов. Это как раз-таки в этом моя ценность. Таня, тело, тело, тело. И заявление воли. Дух мой, я заявляю о своей воле. Я желаю повысить своё чувствование, свою чувственность. Помоги мне на этом пути, проведи меня по этому пути наилучшим для меня образом. Благодарю тебе, Дух мой, за то, что это произошло. Благодарю, благодарю, благодарю. Вот. Уникальные ценности. И я вот вспомню тот момент, когда я прочувствовала и вспомнила, что говорить — это и есть моя уникальная ценность. Одна из грани. Я всё детство всегда говорила. У меня было ощущение, что не всегда есть что сказать. Вообще, иногда я вообще не понимала, откуда у меня ответы появляются, но я всегда знала, что сказать. То есть у меня всегда какие-то приходило знания, ответы непонятно откуда. И даже часто, я помню, в университете было, я не готовилась. Был один предмет — химия у меня, к которому я вообще не готовилась, потому что когда я готовилась, я получала тройку. А когда я не готовилась, я получала там 4-4,5. А пятёрки этот препод вообще не ставил. То есть когда я подготовлюсь, разобью свою голову информацию, сейчас уже понимаю, то у меня вообще не работало. То есть у меня были хуже результаты. Когда я прихожу неподготовленная и в потоке, то я там отвечаю и преподаватель. Залата, вообще молодец. Вот, типа, берите пример. Всё знает, всё выучила. Всё такие просто, типа, как? Ну, там, одногруппники у меня говорят. Это вообще как? Как? Как это у тебя получается? Я говорю, понятия не имею. Просто вижу, наблюдаю, что так действительно работает. Спасибо. Так вот, да, что какие-то моменты я чувствовала в потоке, да, когда доверие какому-то миру, понимая, что не знаю как, но чувствую, что в потоке разберусь, что по ходу дела разберусь. Вот это у меня одна из любимых просто жизнь. Не знаю как, по ходу дела разберусь. И, вы знаете, да, получается, как-то складывается всегда. Да, у меня там с учёбой тоже было очень интересно. Я умудрялась всё очень классно закрывать. Я редко именно учила, но я всегда знала, как ответить. Я всегда знала, очень быстро схватывала, разбиралась, как, что рассказать, как к какому преподу, как подойти, с каким подходом, к какому можно, к какому нельзя. В общем, как-то я договариваться, говорить я всегда умела. Вот сейчас как-то уже чувствую, да, с этого момента у меня есть чёткое ощущение, что я всегда умела договариваться, я всегда мимо говорить. Это была моя сильная сторона. Хотя отчасти интересно было, что да. И вот путь отрицания этого, попытки подавления этого тоже был в моей жизни. Когда я помню, что я всё детство, мне говорили, вот, тренды тихо, балаболка. Какое-то осуждение даже этого, что я говорю. Вот, потому что, да, как бы тоже это, как с учёбой вспоминать, да, как когда ты в потоке, это даже для ума, да, вспоминать, что когда в потоке и в доверии к себе, что всё на лучшем образом произойдёт, то оказывается, мы всю жизнь себе так сотворяли, а? Если понаблюдать и повспоминать, то да, оказывается, если бы полжизни так вообще магично всё складывалось. То есть со стороны посмотришь, какое-то чудо чудесное. Мне говорят, ты, наверное, в рубашку рыбалась. Или как там говорят, повезло, удачливая. А я как бы тихо киваю, типа да, да, да. На самом деле понимаю, что да просто моё желание. Моё желание видеть радость, моё желание наблюдать, как исполняется желание. Мне всегда в детстве нравилось, что желание исполняется. Видеть, как желание исполняется. И это всегда работало. А вот когда уже повзрослее стало, то оказывается, квантовая физика об этом. Что желания уже исполнены. Что то, как собралась реальность, это результат моих желаний. И если мне кажется, что я что-то хочу, но у меня чего-то нет, вспомнить, что всё уже есть. Всё уже свершилось. Но почему я хочу это не наблюдать сейчас в своей реальности? То есть в этом мире всё уже существует в данный момент времени. Одновременно. Да. Так что кому хочется укрепить причину в себе, ещё понаблюдайте, вспоминайте, как вы в своей жизни тоже сотворяли, как всё хоп и произошло, хоп случилось. И вообще непонятно, каким образом вообще какое-то чудо чудесное. Как со стороны посмотришь. На самом деле понимаешь, что хотел, просто хотелось. Я даже помню, у меня в школе было такое. Но я тогда думала, что это цветочки сирени. Знаете, как на цветочках сирени выбираешь пятилистные листики? Три или пять листиков. И если три или пять листиков, то желание обязательно исполнится. Вот помню, я столько сирени переела в детстве. Наверное, потом устраняшка, да? Травкой питалась сиренью и всякими зеленушками. И в общем, мы, помню, с подружкой очень любили есть сирень, загадывать желание. Я, помню, так сияла сиренью, загадала желание. У меня было желание, мне хотелось... Может, кто помнит, были такие когда-то... Такое сердечко, которое с половинок, такие подвесочки. Одна половинка и вторая половинка. Я помню, тогда мне очень нравился молодой человек. Мы там, типа, начинали встречаться. И мне так хотелось, чтобы он мне подарил это сердечко с половинок. Я загадала это на сирене. И что вы думаете? Мне подарили! В общем, ну я ему не говорила. Я просто для себя подумала, что я так хочу. Ну, я же говорю, тогда я думала, что это цветочек сирени. Или туннель. А, нет, кажется, это, знаете, как... Есть такое, вот эти все штуки, все кучи, 500 миллионов способов загадывать желание всегда было в детстве. Одно из них было, когда ты проезжаешь в туннель, заезжаешь, вдыхаешь воздух, затаишь дыхание, и если ты выдержишь, то желание обязательно исполнится. И я помню, я так ехала, затаила дыхание, выдержала. А потом приехала домой, ну, это было в каком-то путешествии, а потом приехала домой, и мне вот это желание исполнилось. А по сирене я просто другое, помню, что-то загадывала, и просто в моем сознании отложилось, что сирене работает. Что если кушать сирене вот эти 3,5 листиков, то желание исполняется. Ну, потому что у меня они реально исполняются, мои желания исполняются. Просто сейчас я уже знаю, что это было не сирень. Но опыт был интересный, да, и как интересно в детстве столько всего, что хочется, чтобы желание... И да, вот как детство, истинное, искреннее желание, чтобы желание исполнялись. С детства было такое внутреннее убеждение, что желание исполняется, и хочется, чтобы они исполнялись. Да? Так вот, все время мы все пишем желания все, загадываем желания. На звезды, на сирене, на, не знаю, там, на туннельные машины. На бой курантов. И всегда мы хотели, чтобы желания исполнялись. Всегда внутри каждый из нас чувствовал, что желания важны. Важно, чтобы они исполнялись. Важно то, что я хочу. Хоть даже было... Не важно, что ты хочешь, есть то, что надо. Но при этом все очень искали способы подтверждения того, что желание исполнится. Мы все истинно в душе очень сильно знали и хотели, что желания важны. Желания первостепенны. Вот такой вот интересный у меня вывод. Так, подожди, Кристин. А я же не говорю о пути, как желание должно исполниться. Я говорю о том, что... Ну, если ты... Прогибание реальности... Дух мой, это не прогибание реальности, когда же указываешь, как желание должно исполниться. В моем понимании, да, это продавливание, если ты хочешь, чтобы конкретно одним способом. Но я просто о том, что всегда в детстве, там, в разных способах искала, спос... Искали, я, по крайней мере, искала, помню, с подругами, с друзьями. Способы подтверждения того, что желание исполнится. Не о том, как оно исполнится, а что вообще оно исполнится. Что чувствовалось, что важно, чтобы желание исполнилось. Что очень хочется, чтобы желания исполнялись. Хоть даже привычно говорили там, сначала надо, а потом хочу. Но все мы внутри глубоко чувствовали, что важно, чтобы желание... Что желания важны. Что мы все очень хотели, чтобы желание, да, вот эти все притчи, все поговорки, Когда сбудется, не сбудется, да, кошка перешла, не сбудется, там ещё там что-то, вот эти, да, ромашка, сбудется, не сбудется, вот столько способов, на самом деле все, да, всё человечество искало, сколько разных способов попытки подтверждения того, что желание исполнится, да, увидеть, исполнится ли желание. Очень так интересно, как-то тоже раньше на это не обращала внимания, благодарю всех, унесло меня по-другому эту тему, и для себя же вспомнила, что да, я всегда помню, что желания важны, как интересно. Всё, всех благодарю, хочу уже допить свой кофе и порисовать. А чем ты порадуешь себя сейчас? Всех благодарю, хорошего дня, наступающими там праздниками, кто их празднует, не празднует, я как-то уже не праздную, но мне просто нравится в этот день поблагодарить родителей, что есть, поблагодарить себя, поблагодарить всех за то, что всё есть, жизнь прекрасна. Всех благодарю, хорошего дня, пока-пока.